Я себя не считаю виновным, не считаю себя уголовником. Признавать свою вину Владимир Иванченков отказывается. Орнитолог, любитель уверен, на скамье подсудимых должны находиться сотрудники полиции, отобравшие у него Орлов Беркутов. Гордых птиц полицейский трамбует в коробке, как вещдок, лапы фиксирует скотчем. На улице 40-градусная жара, птицам тесно и нечем дышать. Потом их бросают в багажник. Из трех Орлов до центра реабилитации живым доехал лишь один Беркут. Двери в машине закроете, если что. Бек-меланхолик. Он сидит в своей думке, какие-то думает. Он такой, как вот люди. А Айсана через неделю уже сама подходила. Я ее и клювы, и когти гладил. Про своих любимцев Владимир Иванченков может рассказывать часами. Птицы попали к нему искалеченными. Пережив волчий капкан, охотничий плен и обморожение. Беркут, Беркут. Полуживых Беркутов Владимир выходил и хотел отпустить на свободу. Но орлы стали совсем ручными. У зоу-любителей они прожили 15 лет. После варварской конфискации от краснокнижных птиц остались только перья. Жили-жили, не мешали, никому тут взяли и убили. Ну пришли тогда, лучше бы здесь с огнемета спалили все на свете и все. А так убивали медленно и мучительно. Об увлечении Владимира Иванченкова знал весь поселок Локоть. Раненых и больных птиц им унесли со всей округи. Когда в регионе началась операция «Браконьер», Беркутов изъяли и завели на зоу-любителя уголовное дело по статье «Незаконный оборот диких животных, занесенных в Красную книгу». Иванченкову грозил штраф до миллиона рублей или срок до трех лет. За Владимира вступились не только зоозащитники. Десятки тысяч человек требовали освободить орнитолога-любителя от уголовной ответственности. Остались одни воспоминания, одни перья остались. Растет крапива, вот поилка. Вольер целиком и полностью позволял птицам жить безбедно, потому что они здесь как раз делали по три, по четыре взмаха крыльями. Конечно, по закону Иванченков должен был получить официальное разрешение на содержание беркутов, либо передать их в специальный центр. Но ни один российский питомник не хотел брать к себе птиц-инвалидов. Не отвечал на письма и Росприроднадзор. Все эти факты сегодня учел мировой суд. Суд приговорил. Офравдать Иванченко Владимира Михайловича за отсутствие в деянии состава преступления. Спасибо суде, спасибо нашему гуманному суду. Тем не менее, финальную точку в этой истории ставить еще рано. Владимир Иванченко намерен привлечь к ответственности людей, виновных в гибели своих питомцев.